19 сентября в Центре культуры и молодежной политики выступил заслуженный артист Российской Федерации Игорь Золотовицкий. В непринужденной обстановке известный актер рассказал десногорцам о себе и своей жизни. В рамках празднования 75-летия атомной промышленности программа «Территория культуры Росатома» снова предоставила возможность горожанам культурно просветиться. Но страх перед неотступившей до конца пандемии, видимо, заставил большинство десногорцев остаться дома. Недостача зрителей создавала в зале камерную атмосферу. Кроме того, что Игорь Золотовицкий – заслуженный артист Российской Федерации, также он является и ректором школы-студии МХАТ. Именитых выпускников метроэстрады сейчас знает вся страна. Среди них Анастасия Заворотнюк, Максим Дрозд и Дмитрий Щербина. На встрече Игорь Золотовицкий рассказал десногорцам о своем детстве, коллегах-артистах и главных ценностях в жизни. Артист с юмором и нежностью вспоминал свое детство и своих родителей. Здорово, что актер такого уровня приехал в наш город. Очень приятно побывать на его творческом вечере. Честно говоря, я давно слежу за его творчеством и рада здесь сегодня оказаться. Я слышал об этом актере, знаю, что он снимался во многих фильмах и очень рад, что он сегодня приехал. Одна из граней таланта Игоря Золотовицкого – выступление с чтением произведений русской литературы. Сердца десногорцев артист покорил стихотворением Давида Самойлова. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда. И вот ноябрь на свете, огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце пожилым кровь живую. И что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься.